Итак, сексуальная жизнь краснодарских судей снова бьет ключом. Об этом мы поговорим сегодня с главным редактором программы «Момент истины» Евгением Гниушевым. Здравствуйте, Федор. У нас продолжается режим добровольной самоизоляции, люди развлекаются как могут. Но сегодня у нас не простой человек, а целая судья краснодарского края. Давайте посмотрим, особенно послушаем, что она говорит. Это очень интересно. За свою супер-телочку. За бредную, кричайшую, истеричную, самую сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую, как все. За дна. За мою любую девочку. Кладкую. И закушу шоколадным членам. Елена Переверзева. Мировой судья Новокубанского района Краснодарского края. Настоящая целая судья. А еще есть у ней муж, следователь Следственного комитета города Армавир. Надеюсь, что это он ее снимает. Для их семьи это будет правильно. Я предлагаю связаться с хорошим другом нашей программы, Новиком Дмитрием Владимировичем. Он настоящий эксперт в судебной системе Краснодарского края. Я думаю, его будет интересно послушать. Одна жизнь публичная, другая жизнь частная. Судьи ходят в голый процесс, натянутшись только мантии. Здесь как бы обыкновенное поведение краснодарских судей. Но знаете, я столько проституток видел на гулянах судей, но у нее муж очень крутой и замечательный. Потому что он с проститутками в гостинице встретился. У нее репутация будет сексуальной маньячки и местной колхозной дуры. Но начальник следствия дневал и ночевал всегда в кабинете у председателя краевого суда. Шалавы вчерашние становятся у нас судьями. Сексуальные влечения ни в коем случае не должны мешать отправлению правосудия. Бедные так устали в процессе, что сегодня в процессе оргазм испытали. Судьи Краснодара жгут. Снова жгут. За свою супер телочку. За бредную, кричащую, истеричную. Ой, ну, вы знаете, дело в том, что вся наша жизнь делится на две части. Одна жизнь публичная, другая жизнь частная. И безусловно, мы должны сами соблюдать эту грань. Безусловно, мы не ходим в туалет с видеокамерой. Мы не принимаем душ под прямую трансляцию в Ютубе. Поэтому самым главным в той истории, которую вы сейчас обсуждаете, является, кому она отсылала это интервью и действовала ли она публично. Я вот уже давал интервью вашей замечательной программе и рассказывал, что таких историй у Дмитрия Владимировича столько, что хватит на целую жизнь. Я говорил и о том, как судьи ходят в голый процесс, натянувшись только мантии, их это возбуждает. Я рассказывал о том, что судья торопит всех участников процесса, а в это время ее ждет массажист в кабинете, который пришел к ней в обед. Поэтому у нас с Куратова сняли с должности, потому что он с проститутками в гостинице встретился. Но знаете, я столько проституток видел на гулянах судей, тем более этот город Сочи, они расслабляются, что если это рассматривать как правонарушение, встреча с девушками с пониженной социальной ответственностью, то нужно уволить половину Верховного суда, две трети судей, председателей судов субъекта Российской Федерации. Если вы подвергаетесь рейдерскому захвату, если вы столкнулись с беспределом в суде, если вы испытываете незаконное уголовное преследование, если вы встретились с произволом чиновников, если вам есть что рассказать, звоните в редакцию. Для нее последствия будут или нет? Даже если это действительно запись... Телефон потерял и свой, а запись была для ее мужа. Вот даже в таком случае пострадает или нет? Ну здесь в принципе, я так понимаю, ничего странного нет. Здесь как бы обыкновенное поведение краснодарских судей. Информикационная коллегия судей должна проверять наличие в действиях судьи проступка, умаляющего честь, достоинство и авторитет судебной власти. То есть это должен быть проступок. Но это больше какой-то враг походу. Но это какой-то враг или... Я бы не судебный зал. Такое шмотко быть. Стало быть, это ее частная территория. Мой прогноз таков, что ее за это не накажут. Придумать что-нибудь другое. Ну хотя бы какое-нибудь там порицание, что будьте осторожны, пожалуйста. А не наказание с точки зрения ее статуса судей, понижения в классе, а вот именно все равно с точки зрения дальнейшей иерархии, продвижения. То есть может быть перед нами будущее Хахлева. Кто знает. Так вот, в таком случае будут последствия или нет? Хахлева на таком не палилась. На таком не палилась. Там сразу по-крупному. Так вот, тем не менее. Вот последствия все равно по карьере. Когда мне мои коллеги сбросили это видео, первыми сбросили судик на его суда это видео, я сразу не понял даже текстовки. Думаю, в честь кого тост. Потом я прочитал расшифровку каждого этого слова. Поэтому она подняла тост в честь своих отличительных особенностей. Особенность было бы другое, если у нее что-то. А так это не особенность. Нет, она еще наградила ее эпитетами, возведя ее в некую особенность. Она дала характеристику. Анатомическая особенность ее, которая, наверное, отличает ее от всех других представительниц женского пола. Значит, если это так, если я своими ушами понял правильно, то можно сказать, что она просто дура. А дураков у нас не повышают, потому что шлеп за ней останется. Ей, конечно, могут сделать предупреждение и сказать, что вы должны избегать, избегать, предотвращать ситуации, которые могут отразиться на авторитете всей судебной системы нашей страны. Вы должны понимать, кому вы даете телефончик записать, можно ли доверять этому человеку. Но дело не в том, что потеряет эту работу или сохранит. У нее репутация будет сексуальной маньячки и местной колхозной дуры из станицы. Это же деревня. Это деревня. Но у нее муж очень крутой и замечательный. Но мужу он нам нравится. Вот Дмитрию Владимировичу она не понравилась. И почему нужно называть черным членом какое-то печенье, это какое-то извращение ненормальное. И так кушу шоколадного члена. Фантазия, богатая фантазия. Ну, фантазия. Ну, что мы. За что мы получаем посудить? Есть еще такой вариант у меня, что она не восхваляла свои анатомические особенности, а как бы учила, кто снимает, как нужно ей посвящать тосты, как ее нужно восхвалять, как про нее нужно говорить тосты. Вот как бы это как вариант. У нас перед тем, как человека назначить судьей, есть обязательная стадия медицинского освидетельствования. Но к большому сожалению, как только ты приходишь в больницу или в поликлинику и говоришь, что тебе нужна справка о состоянии здоровья для назначения судьи, они все падают в обморок, и тебе эту справку делают за пять минут. А если ты уже не первый год работаешь и просто переназначаешься, тебе эту справку приносят в кабинет. Потому что по закону освидетельствовать судью нельзя. Запрещено. Только перед тем, как ты его назначил. Но болезни очень часто, в том числе и душевные, приходят немножечко позднее, когда ты уже судья. Для ее мужа могут быть какие-то последствия? Кажется, начальник следствия Армавира, насколько информация дошла. Но начальник следствия дневал и ночевал всегда в кабинете у председателя Краевого суда и в кабинете у Хахаревой Елены Владимировны. Поэтому жена судья, судья распрепощенная, раскованная, по всей видимости верная, его любящая. Все будут хохотать, улыбаться и говорить, ты молодец, но твоя дала. Вот это ты крутой мужик. Для него никаких последствий быть не может. Никаких вообще. Ну, если учесть, что, предположить, что все-таки это он снимает, чтобы не было каких-то семейных внутри проблем, а то он спросит, типа, а кто тебя снимает, дорогая? Я думаю, скорее всего, они скажут, что снимал кто-нибудь посторонний. Она же, вроде как скажет, мужу обращалась. И этот посторонний нарушил неприкосновенность их частной жизни. И с таким мужем можно найти бомжа на вокзале и сделать его виновным. Который скажет, вмешался в нашу интимную сферу и опозорил нашу семью. Ну, с учетом Армавирского СИЗО и всего, скажем так, всего этого места, то я думаю, там даже кто-нибудь явку с повинной напишет о том, что он, этот телефон, у них будет очередь из желающих написать явку с повинной. Так что он много раз говорил, как учат судьи работать. Что им дают дело без итогового решения и говорят, напиши к утру законный обвинительный приговор, законный оправдательный приговор и законное определение о направлении дела на доследование. Поэтому эту ситуацию они могут также в трех вариантов и исполнить. Они и оправдают себя. Если кто-то захочет, обвинят ее. или скажет, нужны дополнительные проверки. Но она же здесь говорит о себе. Поэтому я, мой прогноз, что ее за это не накажут. В лучшем случае дадут предупреждение, чтобы она была аккуратнее. Хотя она же может ошибиться. У нее возьмут объяснение. И она обязательно скажет, где она распивала. И она скажет, да сок, это не алкоголь. Тоже недоказуемо. Понимаете, где распивала, был ли это алкоголь. Что ей можно пожелать? Быть осторожней? Быть сдержанной? И удивлять мужа не публичными выступлениями, а какими-нибудь умениями в частном порядке. В частном порядке. Да, в частном, именно сокровенном порядке. Да, и принимать решения согласно букве закона, а не своей сладкой... Вы поймите, весна, весна, понимаете? Ну да, и плюс еще это изоляция. Плюс изоляция, но люди срываются. Люди срываются, поэтому... Свой панк должен быть мартовским котом или мартовской кошкой. Сексуальные влечения ни в коем случае не должны мешать отправлению правосудия. Я же много раз рассказывал о многих историях, когда судьи, даже что, процесс выходит в головы, а потом еще рассказывают, как они, бедные, так устали в процессе, что сегодня в процессе оргазм испытали. Поэтому, чтобы их вот эти сексуальные влечения не отвлекали от главного их предназначения. Увершение правосудия в условиях равноправия и состязательности сторон. Заинтриговали. А что не так в мантии на голое тело? Ну, лето, жарко, Сочи, ну, Краснодар. Вентилятор можно снизу поставить. Вентилятор снизу. И так вот немножко вздуваться чуть-чуть. Но нужно отдать должное Елене, она здесь без мантии. Это следующий шаг. несколько лет стали разговаривать с вами именем Российской Федерации. И за всей веселостью этой ситуации смехом и прочим скрывается большая беда. Самая большая беда, что в кресле судейском сидят не достойные граждане нашей страны с определенной шкалой ценностей. А очень часто иногда так бывает, что шалавы вчерашние становятся у нас судьями. Вот это поведение, оно может вполне соответствовать какому-либо психическому сексуальному отклонению. Желание публично хвалить свои прелести. Поэтому отбор должен быть жестким, отбор должен быть жестоким и исключать возможность назначения людей вот именно с такой шкалой социальных ценностей, которые позволили им стать судьями. Ну что ж, возможно, когда-нибудь у нас такое и будет. Остается только ждать, надеяться и верить. В России будущего, я надеюсь, именно так все и будет происходить. Судья это по сути тот же монах, как они пишут в документах. Конституционный суд много раз указал, что человек, который соглашается принять на себя статус судьи, принимает на себя ограничения, которых нет у простых граждан. Это ограничение вести себя в повседневной жизни немного по-другому. Ограничивать себя от контактов, от публичной демонстрации, своего мнения, ну и все прочее. Поэтому этот человек, став судьей, никакие ограничения на себя не принял. Он стал себя вести так, как будто бы это девушка легкого поведения, цель которой заработать кучу лайков в инстаграме. Хорошо, ну что же, спасибо. Спасибо вам большое. Большое спасибо. Если получу свежие новости, интересные, обязательно вам об этом сообщу, расскажем в нашей стране, чем дело пахнет и чем закончилось. А мы будем с нетерпением ждать новых подробностей от, так сказать, человека, который специалист в Краснодарской судебной системе. Хорошо, спасибо. Вспомнили, звоните, не делитесь. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания. Продолжение следует...